МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Полина Толмачева и Наталья Гончарова. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречаем новый день вместе. И сегодня в нашем выпуске вы увидите благоустройство дворов. На что будут обращать внимание при обновлении детских игровых площадок в округе, выяснил наш корреспондент. Один дома на улице Ракетчиков. Единственный жилец аварийного дома не намерен покидать свое жилище. Меры соцподдержки. Какая работа по привлечению медперсонала проводится в Ильинцовской больнице, расскажем в нашем репортаже. В поддержку СВО творческие коллективы муниципалитета выступили с концертной программой в окружной администрации. Ночь музеев. Для гостей усадьбы Веземы провели экскурсии при свечах, подготовили спектакль и концертную программу. И тренировка волейболистов. В Одинцовском округе регулярно проходят занятия для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 23 мая 1873 года в Москве состоялась премьера оперы Николая Римского-Курсакова «Снегурочка». Музыкальная сказка и сейчас с успехом идет в лучших российских театрах. История актуальная во все времена, а холодная и чисто юная красавица, которая родилась в лесу и не знала человеческих страстей, но однажды полюбив растаяла от горячей человеческой любви. Чем еще примечателен сегодняшний день, смотрите далее. 23 мая 1592 года в Венеции святая инквизиция арестовала Джордана Бруно. Философ и поэт развивал неоплатонизм и пытался дать в этом ключе философскую интерпретацию учения Коперника. В 1576 году обвиненный в ереси, Бруно сбежал сначала в Рим, а затем за пределы Италии. Спустя 15 лет он принял приглашение на работу по обучению искусству памяти от венецианского магната Джованни Мочениго и приехал в Венецию. Однако вскоре их отношения испортились, и спустя год по доносу бывшего друга Бруно арестовали и предали суду инквизиции. Ему предъявили многочисленные обвинения и приговорили к смертной казни, а затем сожгли на костре на площади в феврале 1600 года. 23 мая 1897 года основали Томский технологический институт, ныне Политехнический университет. Основное здание построили по проекту архитектора Роберта Марфилда. В создании учреждения, особенно его химического отделения, активно участвовал Дмитрий Менделеев. Занятия начались 9 октября 1900 года, а первую лекцию прочитал профессор Владимир Некрасов. В июле 2013 года университет вошел в число победителей конкурса на статус «Ведущие университеты России». Таких вузов в Российской Федерации всего 17. Сегодня отмечают Всемирный день спортивной борьбы. Дата выбрана в связи с тем, что 23 мая 1904 года в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов. Также 23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи. Животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. На Ямайке сегодня день труда. По традиции в этот день жители бесплатно работают на благо общества. Праздник уходит корнями в первую половину прошлого века. Тогда его отметили общим субботником. В числе звездных именинников сегодня советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Григорий Чухрай, российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации Лариса Гузеева, а также знаменитый артист цирка, дрессировщик хищных животных Михаил Багдасаров. Благоустройство дворовых территорий – одна из актуальных тем в округе. В этом году планируют установить 9 спортивных и 51 детскую игровую площадку. Все работы, которые будут проводить на объектах, согласуют с местными жителями. Репортаж Екатерины Крамор. В Московской области стартовали летние работы по благоустройству. Особое внимание уделяется благоустройству дворов. Губернатор Подмосковья поручил правительству региона и главам округов проконтролировать работы. В растущем регионе инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная. В этом году в Одинцовском округе планируется модернизировать и построить порядка 60 объектов, в их числе детские площадки и зоны воркаута. Более 50 из них выполнят в рамках программы по благоустройству дворовых территорий. В модернизацию войдет замена покрытия, войдет в модернизацию замена элементов, установка лавочек, мафов. Ну, все то, что необходимо для соблюдения норматива. Адреса благоустройства определены, но все работы будут согласованы с жителями. В рамках губернаторской программы по обновлению детских площадок горожане смогут определить и тематику будущего объекта. Одна из них находится у дома 26 по улице Говорова. Николай часто приходит сюда вместе с сыном Ромой. В числе плюсов удобное расположение и множество зеленых насаждений. Но ДИП уже давно требует обновления. В первую очередь, конечно, хотелось бы покрытие на землю, безопасное, потому что здесь сейчас кочки, неровности, дети постоянно спадыкаются, падают. Новые качели, карусели, потому что эти уже очень старые, половина из них не работает. И песочницу побольше, потому что здесь полно детей, здесь много и мам, и детей, семей с детьми. Всего в этом году по губернаторской программе в округе установят 9 детских площадок. Помимо современного прорезиненного покрытия и развивающих игровых элементов, каждую оснастят системой видеонаблюдения и подключат к безопасному региону. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Единственный жилец аварийного дома на улице Ракетчиков не намерен покидать свое жилище. Программа переселения в новостройки в этом микрорайоне стартовала еще в декабре 2019 года. С этого момента собственнику неоднократно предлагали различные варианты. Но ключевое его требование – наличие двух балконов в новой квартире невозможно удовлетворить. Что делать и кто виноват в данном квартирном вопросе выяснял наш корреспондент. Из этой квартиры словно спасались бегством, оставив детские игрушки, вещи, фотографии, мебель. Квартиру номер 15 в доме 49 по улице Ракетчиков семья Сергея Шавлова покинула в экстренных условиях из-за отключения в доме отопления. Дом попал под расселение, но Сергей по сей день отказывается выезжать оттуда. Нет ничего, кроме электричества. Ну, электричество дают с перебоем, но оно есть. Могут так случиться, что ночью пропадет электричество, но по крайней мере стараются. Больше ни одной коммуникации, даже водоотведения у меня нет. У меня все трубы там пообрезаны, и все стекает вниз просто по этажам. Сергей продолжает жить в полуразрушенной квартире, без воды, тепла, а иногда и без света. В холода прогревает комнату масляными обогревателями. Если я отключаю зимое отопление, у меня здесь вот такие сосульки. Вы же понимаете, что это небезопасно даже для вашей жизни, может быть, обрушится все, у вас пятый, последний этаж. Как-то вообще не страшно вам? Страшно. Страшно. За свою безопасность и комфорт переживают и жители соседних новостроек. На месте старого дома должна находиться прогулочная зона и детская площадка. Мы купили эти квартиры за большие свои деньги. Конечно, мы бы хотели получить благоустроенный двор, чтобы наши дети могли спокойно здесь жить. Мы будем жить на первом этаже. Окна у нас выходят на этот дом. И, конечно, мы бы хотели поскорее решение этого вопроса. Это опасно. Дети будут лазить. И я считаю, что застройщик сначала должен был урегулировать вопрос, а потом уже продавать квартиры за немалые деньги. Переселение жильцов из многострадальной пятиэтажки началось еще в 2019 году. В 2020-м все наниматели и собственники переехали в квартиры в новостройках. Всего 652 семьи, почти 1700 человек. Порядок переселения собственников жилых помещений регламентирован статьей 32 ЖК РФ путем выплаты выкупной цены, либо путем предоставления другого жилого помещения при достижении соглашения с собственником. Однако соглашения достичь не удалось. 15 предложенных застройщиком вариантов Сергея не устроили из-за отсутствия двух балконов. При этом требования жильца, согласно ЖК РФ, мягко говоря, не вполне правомерны. При расселении компенсируется общая площадь жилого помещения. В общую площадь лоджии и балконы не входят. В итоге разбирательство перешло в судебную инстанцию. Хотя до сих пор окружная администрация и застройщик готовы к диалогу по предоставлению жилья. Застройщик и администрация Денцовского городского округа неоднократно предлагали и в настоящее время готовы предоставить собственнику до окончания судебного разбирательства жилое помещение маневренного фонда в доме новостройки в границах того же микрорайона, о чем его уведомляли неоднократно. Кстати, такая история в нашем округе не первая. Уже ставший легендарным «Синий домик» тоже продолжает стоять среди новостроек нового ЖК в Одинцове. Дмитрий Потапкин, Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». И к новостям региона. На портале Добродел продолжается опрос о работе информационно-справочных сервисов в системе здравоохранения Подмосковья. Анкета состоит из 12 вопросов. Обратная связь позволит развить сферу в соответствии с потребностями жителей. Опрос продлится до 25 мая 2023 года. О других новостях региона смотрим прямо сейчас. В Подмосковье медработники госучреждений здравоохранения могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду съемного жилья в размере 20 тысяч рублей. Воспользоваться ей могут представители 18 специальностей. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие – отсутствие в пользовании помещений социального и специализированного найма, а также денежного возмещения за найм жилья от администрации городских округов. После подачи заявления на региональном портале госуслуг заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. В Подмосковье реализуется пилотный проект по проведению медицинских консультаций узкопрофильными специалистами в фельдшерско-акушерских пунктах. Теперь жителям отдаленных территорий нет необходимости ехать в поликлинику. В программе участвуют 100 ФАПов, где узкопрофильные врачи – кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, врачи общей практики, гинекологи, врачи УЗИ будут вести прием по утвержденному графику. Также планируется проведение выездных флюорографических обследований. На консультацию жителя запишет фельдшер, который ведет прием. В рамках проекта онлайн-поликлиника на региональном портале госуслуг жители Подмосковья могут получать ряд медицинских справок, например, об отсутствии контактов с инфекционными больными. Эта услуга не требует предварительного осмотра специалистам и выдается на основе отсутствия зафиксированных инфекционных заболеваний по адресу проживания. Сведения по форуме 086У можно получить онлайн, если в течение года школьник прошел профилактический осмотр. В течение трех рабочих дней после подачи заявки необходимая справка появится в личном кабинете. И вновь к новостям округа. В Одинцовском округе предусмотрено множество мер соцподдержки для врачей. Это семь различных программ от социальной ипотеки до единовременной выплаты по земскому доктору. О том, какая работа по привлечению кадров проводится в Одинцовской областной больнице и как работает региональная и муниципальная стимулирующая программы, расскажет Елена Краева. Для привлечения медперсонала на работу в муниципалитете действует семь программ целевого набора кадров. О том, насколько они эффективны, рассказала заместитель главного врача Одинцовской больницы Наталья Винжега. На данный момент в ГУСМО Одинцовская областная больница работает 3844 человека. Из них 1067 человек – это врачи и 1611 – средний медицинский персонал. За неполный первый квартал мы приняли 156 врачей и 118 – среднего медицинского персонала. Хороший достаточно показатель. Мы ведем 90% укомплектованности кадров. Положительную динамику в привлечении сотрудников обеспечивают региональные программы «Земский доктор», «Приведи друга», «Социальная ипотека» и иные меры соцподдержки. На сегодняшний момент также у нас есть губернаторская доплата врачам-терапевтам-участковым, врачам-педиатрам-участковым, врачам общей практики, медицинским сестрам-участковым доплата в размере 32 тысячи рублей ежемесячно. На сегодняшний момент получают 276 человек. Из них как раз терапевты-участковые – 109 человек, педиатры-участковые – 76 человек, врачи общей практики – 2 человека и медицинские сестры – 89 человек. Помимо этого, на постоянную работу в Одинцовском округе привлекают молодых специалистов из медуниверситетов. После трудоустройства новые сотрудники обязательно проходят собеседование и заполняют анкету, где указывают, какая из мер соцподдержки стала для них наиболее привлекательной. У нас очень хороший процент – 90%. Это одно из лучших достижений по Подмосковью. Мы в зеленой зоне по этому параметру. Но, как мы и договорились на предыдущих встречах, нам нужно планку сдвигать уже к 95, 6, 8% к тому, чтобы те жалобы, которые сегодня все же поступают по ряду отдаленных территорий, все-таки и они тоже пропали с поездки, чтобы на каждого жителя хватало узкого профильного специалиста. Несмотря на рост численности медицинских сотрудников, в округе все еще остается текущая потребность в узкопрофильных специалистах. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В администрации муниципалитета прошел концерт. Творческие коллективы со всего округа исполнили патриотические песни в поддержку участников спецоперации, а также передали книги в библиотеке округа. С места событий Екатерина Крамер. На нем будешь только ты, как символ моей мечты, опять сохранить тебя. Я поднимаю в небо самолет, глазами солдат и другие патриотические песни прозвучали на сцене администрации муниципалитета. Свой творческий путь Никита начинал с музыкальной школы, но вокалом занялся после службы в армии. Юноша написал и издал уже более 40 песен, особенно проникся военной тематикой. Сегодня в первую очередь хотелось сказать спасибо людям за их активную гражданскую позицию, за то, что не оставляют наших ребят и вообще нуждающихся людей в беде. И это для меня большая честь и гордость выступать сегодня на этом мероприятии. На концерте выступили творческие коллективы со всего округа и исполнили композиции в поддержку участников спецоперации. Также передали книги без срока давности библиотеки округа. Мероприятие поддержали и местные активисты «Единой России». Всегда будем помогать нашим замечательным воинам. Всегда мы вместе с ними. И с письмами, и с песнями, и с хорошими словами. И будем их ждать с большими караваями и пирогами на нашей родной земле. Любовь к родине и к своей семье – именно об этом пели участники концерта. Никто не остался равнодушным к произведениям. И каждый смог выразить свою благодарность солдатам. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». И к новостям столицы. На всех турникетах и колоннах экстренного вызова на станциях метро и Московского центрального кольца разместили тактильные надписи «Вход» со шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров. Помимо этого, на 52 станциях метро увеличили уровень освещенности. О других новостях столичного региона узнаем прямо сейчас. С начала года в Москве построили 7 спортивных объектов. Среди новых зданий – Академия спорта «Динамо» в районе аэропорта, Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, спортивно-оздоровительный комплекс с гостиницей «Спартак-волейбол» в Ясеневе и другие. Общая площадь всех сооружений – более 100 тысяч квадратных метров. Столицы благоустроят территорию у станции метро «Цветной бульвар» и «Цирка Никулина». Специалисты заменят старый асфальт на тортуарах на гранитную плитку и обновят покрытие проезжей части. Приведут в порядок территорию около входов в метро и упорядочат парковки. Прогулочную зону для пешеходов сохранят. Основные работы планируют завершить уже к сентябрю. Главархив Москвы опубликовал уникальные изображения столичных музеев. Один из них – залы Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Также в главархиве хранятся изображения домов-музеев известных российских деятелей. Например, сохранились фотографии дома-музея Константина Циолковского, сделанные в 1971 году. Далее в программе. Ночь музеев. Для гостей усадьбы Веземы провели экскурсии при свечах, подготовили спектакль и концертную программу. Тренировка волейболистов в Одинцовском округе регулярно проходят занятия для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Новости онлайн. В нашей постоянной рубрике расскажем новости, которые обсуждают в соцсетях округа. В усадьбе Веземы состоялась международная акция «Ночь музеев». Жители смогли насладиться насыщенной культурной программой, в которой были обзорные экскурсии по музею, концерты и спектакли. В числе гостей была и Екатерина Крамор. Илья учится в Большевиземской школе искусств и уже 9 лет играет на скрипке. В день международной акции «Ночь музеев» вместе со своим ансамблем выступает на концерте классической музыки. Мы выступаем со своим ансамблем с произведением «17 мгновений весны» из кинофильма «Запах женщины моей» и «В лесу при фронтовом». Также играем сегодня в составе трио, танго, гарделя. Не только выступления артистов на свежем воздухе, но и насыщенная программа в стенах самого музея. Картины, предметы мебели, книги и интересные истории экскурсоводов. Погрузиться в пушкинскую эпоху смог каждый. Здесь я хочу обратить ваше внимание на этот предмет мебели. Это стол, называется «Секретер». Посмотрите, с навешием сделан в виде марзолея. В семь часов у нас будет концерт классической музыки. Будет выступать Ирина Доложенко. Это очень известный артист. Она солистка Большого театра. Параллельно начнутся экскурсии. Традиционно в «Больших веземах» прошел спектакль в гостях у пиковой дамы по повести Пушкина. Действие начинается прямо во время экскурсии. Актеры вовлекают посетителей в события прошлых времен. Также у нас будут проходить экскурсии. И уже пошли первые сеансы экскурсии при свечах и фонарях. Мы зажигаем свечи один раз в году. Естественно, соблюдаем все правила безопасности пожарной. Также у нас проходят у экскурсовода в руках фонари. Они высвечивают те предметы, о которых они говорят. В этот день с четырех часов дня и до двух ночи посетители смогли насладиться различными культурными мероприятиями. Ночь музеев стала уже традиционной и проходит в усадьбе Веземы на протяжении десяти лет. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Волейбол развивает у глухих и слабослышащих людей физические способности. Улучшает координацию, равновесие и уровень пространственной ориентации. В новой секции для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья физкультурно-спортивного клуба «Одинец» сегодня занимается 10 человек. Волейболисты активно тренируются и готовятся к важному турниру в спартакиаде среди инвалидов Московской области. Антон Напцок – инвалид по слуху. Но это не мешает ему вести активный и здоровый образ жизни. Большую часть своих 27 лет парень занимается спортом. Раньше бегал на лыжах, а с недавних пор увлекся волейболом. Тренируется в секции клуба «Одинец» и подает большие надежды. Самое интересное, что его привела на секцию мама. Они ходят и мама, и, получается, и сын. Он лыжник. И мама говорит, пойдем, я вот хожу на волейбол, пойдем со мной на волейбол. Он пришел. И если раньше у него какие-то моменты не получилось, с каждой тренировкой, почти с каждой тренировкой у него становится лучше, 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 лучше. Я говорю, я ращу лидера в команду. Помимо Антона, в волейбольной секции для глухих и слабослышащих занимается еще 9 человек. Несмотря на разность полов, возрастов и физической подготовки игроков, это настоящая слаженная команда, где каждый готов прийти на помощь, показать и подсказать. Я им рассказываю, какие у них ошибки. И они, еще каждый следит за своим товарищем, говорит, так ты же неправильно сделал. Отворачиваются и начинают друг с другом на своем языке общаться и показывать, что неправильно сделал, как тренер объяснил. То есть они друг друга поддерживают и помогают. Волейбол для слабослышащих людей не просто развлечение, а противостояние недугу. Командный спорт повышает у подопечных клуба уровень пространственной ориентации, улучшает координацию, равновесие, развивает силовые, скоростные особенности и выносливость. Игроки с тугоухостью практически ничем не отличаются от других, нужно только правильно подобрать способ коммуникации. У меня есть люди, которые могут немножечко говорить и понимают язык глухих. И они переводят. Плюс мне часто приходится показывать, очень явно показывать, чтобы они поняли меня. И мы уже с ними выработали свой язык жестов. Когда я им показываю, они уже меня понимают, что я от них хочу. В физкультурно-оздоровительном клубе «Одинец» волейбол – сравнительно молодая дисциплина. К занятиям приступили всего 4 месяца назад, но за это время слабослышащие волейболисты сумели достичь заметных результатов. Команда уже приняла участие в районных соревнованиях и взяла на них бронзу. Сегодня главная цель игроков и тренера – спартакиада инвалидов Московской области, которая пройдет с 26 по 28 мая. Когда есть у команды цель, они горят. Они понимают, ради чего они приходят. Не просто поиграть, не просто попинать. И мы хотим такое организовать волейбол, чтобы он был похож не на дворовый, а на более профессиональный. И ребята понимают это, и они к этому идут, и они заряжены. Волейбольная секция – всего лишь одно из множества физкультурно-оздоровительных направлений клуба. О других дисциплинах, истории создания и выдающихся спортсменах «Одинца» смотрите в программе «Специальный репортаж». Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Роспотребнадзор сообщил о снижении загрязнения воздуха в России почти в полтора раза. Количество регионов, в которых зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций, также снизилось с 72 до 68. О других новостях России расскажем далее. Под Новосибирском, в заливе реки Берть, зафиксировали массовую гибель рыбы. В начале мая в ряде водоемов региона уже сталкивались с подобной ситуацией. На фотографиях, которые опубликовали в интернете местные жители, видно, что большое количество мелкой рыбы прибило к берегу Бердского залива. Сообщается, что прокуратура запросила информацию о сумме ущерба, причиненного экологией. Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. В Ханты-Мансийском автономном округе тушат четыре природных пожара. Два лесных в Кандинском и Сургутском районах на 55 гектаров и два ландшафтных в Октябрьском и Сургутском районах на 165 гектар. Угрозы населенным пунктам нет. Новороссийские таможенники арестовали партию контрафактных кукол Маша и Медведь. Груз везли на морском судне из Китая в количестве 432 штук. У поставщика не оказалось документов, подтверждающих право использования товарного знака, и представители компании правообладателя подтвердили, что разрешения не давали. Помимо ущерба производителям оригинальной продукции, подделки могут оказаться опасными для здоровья детей. Товар признали контрафактным и изъяли. В парках у стен главного храма Вооруженных сил России открылся сезон концертов военных оркестров. Старт традиционным выступлениям дали сразу два коллектива. На соборной площади играл военный образцовый оркестр почетного караула, а на аллее героев – оркестр 154-го комендантского преображенского полка. Об этом сообщает телеграм-канал «Одинцовооперативно». Какие еще события обсуждают в окружных соцсетях, узнаем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактический рейд «Мотоскутер». Автоинспекторы акцентировали внимание на скоростном режиме, правилах маневрирования и использовании мотошлема. Особое внимание уделили выявлению несовершеннолетних водителей, не имеющих права управления мототранспортом. Об этом пишет «Проокруг». Ровно 65 лет назад в наш округ пришла первая электричка. Заметка из газеты «Гудок» от 21 мая 1958 года. Железнодорожники Калининской, строители и монтажники обязались к введению летнего графика открыть регулярное движение электропоездов на участке Голицына-Кубинка протяжением в 20 километров. Слово они свое сдержали. 20 мая от платформы Белорусского вокзала Москвы отправился первый электропоезд до Кубинки. Это замечательный подарок трудящимся Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает телеграм-канал Одинцова Оперативно. В Одинцовской библиотеке номер один состоится мероприятие «Тайны книжных полок» в рамках «Библионочи». Событие пройдет 27 мая в 15.30. В программе юмористические розыгрыши, театрализованные постановки, игровые программы и многое другое. Принять участие в акции приглашает телеграм-канал «Про отдых». Прослушивание музыки помогает сохранить нормальную работу мозга в преклонном возрасте. Такой вывод сделали швейцарские ученые, когда изучили более 130 добровольцев в возрасте от 62 до 78 лет. Их поделили на две группы. Участников первой по полчаса обучали игре на фортепиано, добровольцы из второй слушали музыку, распознавали инструменты и музыкальные стили. Через полгода у участников увеличился объем серого вещества в четырех областях мозга, отвечающих за когнитивные функции. В частности, в области мозжечка, влияющего на рабочую память. О других новостях мира смотрите в следующей рубрике. Новое землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в Турции. Очаг залегал на глубине почти 7 километров. Напомним, что ранее 6 февраля мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции. Тогда колебания земной коры ощущались во многих городах страны. На юге США, у побережья Гавайских островов, огромная тигровая акула напала на рыбака. На большой скорости она приблизилась к лодке и с силой врезалась в каяк. На секунду вцепилась в него, едва не перевернув. Мужчина смог удержать равновесие и отбился от хищника, пихнув ее ногой. В схватке с акулой он не пострадал, однако на его каяке остались следы от зубов хищницы. Предположительно, акула атаковала, потому что приняла лодку за тюленя, которые плыли неподалеку. Древний нагрудник с надписью «Оберегом на Кириллице» нашли на раскопках в Болгарии. По данным экспертизы, предмету более тысяча ста лет. Он выполнен из свинца и служил защитой от бед. Исследователи сообщили, что надпись на нагруднике содержит имена «Димитр и Павел». Скорее всего, эти люди были просителями защиты, но более точной информации о владельцах пока нет. Находка относится к эпохе правления царя Симеона I, который управлял Болгарской империей с 893 по 927 годы. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет пасмурная дождливая погода. Днем 17-19 градусов тепла, ночью около 14. Ветер восточный 24 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в информационном выпуске в 20.00. А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их к нам в сообщество ВКонтакте, про округ или в чат-бот по ссылке, которую видите на экране. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. А мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго. С вами были Наталья Гончарова и Полина Толмачева. Увидимся с вами завтра. Время и место тоже. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин